Югофик, Югрейдер, судья Карл Экселленс, основатель проекта «Деревня обжарщиков», а также Михаил Губергридз, генеральный и творческий директор прензингового агентства «Линии». Тема выступления – эффективные инструменты развития кофейного бизнеса от проекта «Деревня обжарщиков». Давайте поприветствуем аплодисменты. Доброе утро, друзья! Те, кто добрался и прорвался через досмотр, это прекрасное утро. Меня зовут Валентина Максунова. Это все то, что было только что сказано – это чистая правда. Я сейчас коротко представлюсь. Вот Михаил Губергридз. И наша презентация построена по принципу «Сперва расскажу я свою часть, потом Миша дополнит все, что связано с брендингом». Он еще себя представит, расскажет, какой он молодец. А пока наберитесь терпения и небольшая вводная часть от «Калибри кофе». Моя карьера в кофе началась в 2006 году. Если вдруг кто-то не знаком, я очень коротко расскажу о своем опыте. Я являюсь генеральным директором компании «Калибри кофе». Это компания-импортер зеленого кофе, которая специализируется на директ-трейде, на спешлти-лотах. Также я являюсь основателем проекта «Деревня обжарщиков». И именно о нем сегодня пойдет речь. Я давно уже кугрейдер, судья Cup of Excellence, автор научных статей о кофе. АСТ-тренер, преподаю обжарку. И также являюсь создателем платформы директ-трейд «Бинси». Справа вы видите, в общем-то, три ключевых наших бренда, которые описывают работу нашей компании. Из них «Бинси» — это самое молодое наше, самое юное изобретение, которое мы создали уже вместе с «Линией групп», как и ребрендинг проекта «Деревня обжарщиков». Запуск этой части нашего бизнеса мы запланировали на следующий год. Изначально мы занимались импортом зеленого кофе. И для того, чтобы развивать знания о том, как его лучше всего жарить, мы придумали проект «Деревня обжарщиков» в 2014 году. Идея была дать нашим клиентам инструменты, с помощью которых они могли бы развивать свой бизнес. Здесь вы видите фото перед тем, как мы заехали на самый первый проект. Здесь моя небольшая команда — это Стас Зырянов и Коля Резник. Рядом еще была Лиза Никонова. И вот Тодд Арнетт, первый мастер проекта «Деревня обжарщиков», он приехал из США в Тверь для того, чтобы помочь ребятам разобраться с основными базовыми ошибками, которые они допускали во время обжарки. Тогда актуальными инструментами были элементарные вещи. Например, на ту пору профайлинг был реально великой тайной. Никто не знал, что это за магия такая. И ребята не делились профилями, они не знали, как он вообще строится. Модель Ростера сама по себе была большой-большой секрет. Это рассказывали только очень доверенным лицам. Каппинг, никто не знал, что это такое. Те, кто знали, это очень много времени и затратно по ресурсу, старались на это время не тратить. Ну, ложка — это была суперредкая штука. Специальная ложка для каппинга — это прям большая-большая ценность. И за пять лет, с 2014 по 2019 год, мы проделали довольно большую работу. Мы систематически обучали ребят этим самым профилям. Прямо на деревне учились жарить кофе, анализировать вкусы. И уровень вырос достаточно высоко. Здесь вы уже видите нашу команду мастеров и гостей в 2019 году в Новосибирске. Здесь Вероника Бельчуор, фермер-производитель из Эфиопии Дани Тавдак, Фабиано Карвалью — это ученые из Бразилии. И два фермера — Энрике Слоппер и Измайль Андраде из Бразилии. Когда мы подошли к 2019 году, уже обжарщики сами попросили нас не тратить время на обжарку во время деревни. Давайте оставим только каппинги и анализ профилей. Уже мы ставили совместные научные эксперименты вместе с учеными, в частности с Фабианой, уже были публикации. Мы сунулись в такую тематику, как глубокая химия обжарки, мультисенсорное восприятие вкуса. И все было хорошо, кроме того, что химия обжарки как инструмент, она не очень работает. Это очень познавательно, это очень увлекательно. Но что с этим делать обжарщику с точки зрения развития бизнеса, было не очень понятно. Узнаете это заведение? Кто-нибудь узнал? Поднимите руки. Вот, я услышала этот звук. Неспрессо. То есть обычно спешлти обжарщиков или микрообжарщиков, спешлти, не все микрообжарщики реально занимаются спешаком, но тем не менее вот наш сегмент триггерит от того, что какой ужасный там внутри, на наш взгляд, продукт, положенный внутри капсулы, а мы такие прекрасные. Но почему-то к нам не стоит их очередь. То есть все очень здорово, но где? Где наш нескончаемый спрос? И стало понятно, что обжарщики смотрят на наш сегмент, наша целевая аудитория, на кофе исключительно как на сырье, которое лежит в основе продукта, жареного кофе. Но для потребителя продуктом является совершенно не сырье. Продуктом является общий опыт взаимодействия с брендом. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы начали прежде всего с себя. Уже подошло то время, когда самому бренду деревни обжарщиков потребовался ребрендинг. Выглядел логотип вот так вот миленько все эти годы. Мне самой деваться было некуда, он был нарисован своими ручками. Наивно и смешно, вот Миша сидит и ржет, как профессиональный дизайнер. Но когда на рынке нет вообще никаких альтернативных способов образования, и это было окей. Но спустя пять лет стало ясно, что нужно что-то менять. И первое, что я сделала это во время пандемии, на коленочках немножко его освежила, убрала все лишнее. А затем потребовался переход уже к профессиональному логотипу. Но большинство компаний воспринимают ребрендинг как перерисовывание логотипа, изменение визуала. На самом деле для того, чтобы перескочить из мужика с Мишкой вот в эти красивые линии, потребовалось несколько месяцев работы, в основе которой построение платформы бренда. Кто-нибудь сталкивался с построением платформы бренда? Вот, есть такие прекрасные несколько рук. Но на самом деле без этого дизайнер, ни один дизайнер не сможет действительно хорошо отрисовать вам вашу идею, вашу концепцию, которая была бы понятна не только вам, но и окружающему миру. И для того, чтобы это стало возможным, вы должны сами себе научиться объяснять, чем ваш бизнес значительно лучше, чем бизнес тех компаний, которые ваша целевая аудитория видит как альтернативы, как ваши коллеги и конкуренты. И для того, чтобы этот наш опыт стал более понятен и доступен нашим клиентам, это владельцам обжарочных компаний и кофеин, мы собрали проект в 2022 году «Деревня обжарщиков» в Южно-Сахалинске, где впервые дали ребятам новый инструмент, это система анализа и аудита бренда по методике «Ритейл-360», о ней чуть позже будет говорить Миша, насколько мне известно. Это ссылочка на YouTube-канал, на наш YouTube-канал, где есть полный отчет о том, как проходила эта деревня. Здесь мы разбили наших гостей, тех, кто доехал до Южно-Сахалинска, на команды, выдали каждой команде свою кофейню и дали шаблон, по которому необходимо ее проанализировать. И впоследствии мы собрались опять вместе и обсуждали, чем действительно один проект отличается от второго, как можно улучшить показатели. И заодно обучили линии групп, куда смотреть, когда мы оцениваем кофейню, потому что это был взаимообоюдо выгодный процесс. Мы учились новые методики, а линии групп узнали гораздо больше о кофейнях, чем знали раньше. И вообще, конечно, на нашей совести есть одна беда. Сейчас коллектив линии групп не может пить кофе так, как он пил его раньше. Здесь мелко достаточно подписано, но вы сильно не горюйте. У Михаила будет то же самое, только крупнее. По сути, Retail 360 предлагает нам оценить проект по таким показателям, как локация, продукт, сервис, айдентика, дизайн или интерьер и коммуникации. И мы видим условно две картинки specialty, это зелененькие столбики слева, и вот сильный бренд, условный Nespresso справа. Что здесь характерно? Вы видите, что те, кто занимаются спешиком, в нем все внимание, абсолютно все внимание у них сконцентрировано на продукте. И это очень частая история. А вот у сильных брендов все отлично с коммуникацией, дизайн и идентика все на высоте, а продукт, вы видите, что он прямо на минималочках. И эти минималки, они, в общем-то, на мой взгляд, связаны со способностью лидеров индустрии, вот тех самых specialty, доносить особенности кофе. То есть за что нужно отдавать деньги? Вы видите, что красный плохо видать, но коммуникации в зеленых столбиках, они крайне низкие. И если мы посмотрим, проведем вот эту черту черную, весь объем качества продукта, который выше этой черной черты, он по большому счету бесполезен. То есть если клиент не понимает, что там такого прекрасного, он, конечно, будет пить этот продукт, но он не будет осознавать, а за что платим премию. Поэтому умные бренды, большие и сильные, они и не инвестируют выше, чем эта черта. А зачем? Если все равно клиент это не поймет и не оценит. Следующий шаг, который мы сделали, тоже в 2022 году, но в ноябре мы провели деревню обжарщиков в Бразилии. И там мы постарались уже собрать более интересные команды. Мы собрали фермеров, обжарщиков, ученых. И здесь вы увидите полный отчет о проекте в Бразилии. Тоже на досуге сможете на YouTube его посмотреть. Что мы там делали? С одной стороны, в Бразилии мы внимательно изучали технологии производства кофе, что такое современное технологичное производство кофе на базе Федерального института «Испириту Санту». Приехали ребята из Казахстана. Увидеть Дима Бородай, он здесь был у нас представителем фермеров. Он не как обжарщик приехал, а как фермер колумбийский. И на всем возможном оборудовании, и инфракрасной спектрометрии, и газовая хроматография, анализ ДНК. Вот все, что существует сегодня в кофейной индустрии, все это мы продемонстрировали. Это одна часть созидания продукта. Но есть гораздо более важная часть – это коммуникации. Как своей целевой аудитории рассказать о том, почему вы такие замечательные. Здесь сидит Денис, видите его? Он здесь у нас в зале присутствует. И мы собрали как раз в этом зале фермеров, обжарщиков, также разделили их на команды. И здесь вы видите, как Денис завороженно смотрит на свой собственный текст со своего собственного сайта, который Миша вытащил. Это было описание Таиланда, мытой обработки, вот тем языком, которым я его пишу, как импортер для обжарщиков. Вот эти страшные чистокол названий, разновидности, высоты, труднопроизносимые географические локации. И было предложено абсолютно всем, тоже ребят разбили на команды, под свою целевую аудиторию переписать этот текст нормальным, понятным языком. Мы им предложили, что у одной команды будет целевой аудиторией, аудиторией кофемании. И описали, что это, кто эти люди. Вторая была целевая аудитория, это ABC аудитория. И третья целевая, это COFIX. Таким образом, мы дали возможность всем командам с разных углов посмотреть на один и тот же продукт для того, чтобы донести информацию о нем, сделать интересным этот самый продукт и желанным для своей целевой аудитории. Сейчас я попрошу вас достать телефоны и подключиться к нашему телеграм-каналу для того, чтобы поучаствовать в небольшом опросе. Начинали мы его еще вчера. Здесь вопрос сформулирован следующим образом. Вы открыли кофейный бизнес и заработали свои первые 2 миллиона рублей. На что вы потратите эти деньги дальше? Вам нужно указать приоритет номер один. Давайте возьмем буквально минуту для того, чтобы все, кто готов нам помочь, присоединились и проголосовали. Здесь указаны варианты. Вложу в оборудование, обновлю технику, расширю производство, найму копирайтера и СММщика, сделаю крутой сайт, вложу в персонал, вложу в помещение, стану закупать сырье подороже, поинтереснее, просто куплю больше сырья того же формата, что и раньше, сниму дивиденды, изгоняю в отпуск, обновлю автомобиль, закажу себе модный брендинг и поеду посмотрю кофейную ферму. Вдруг когда-нибудь куплю себе такое. Да, голосов прибавляется, спасибо вам большое. Я думаю, что вы продолжайте голосовать, те, кто подключится к нашему телеграм-каналу, будет больше статистики, больше информации, но мы стартовали вчера, поэтому логика общая вряд ли сильно изменится. Смотрите, какие будут дальше наблюдения. Если мы теперь вот эти все вопросы раскидаем по методике ритейл-360, то часть этих вопросов относится к локации, часть к продукту, часть к сервису, часть к брендингу, а часть вообще ни о чем. И продукт, все, что относится к продукту, это, как правило, самые большие инвестиции. То есть те, кто находится в этой аудитории, это по-прежнему люди зацикленные, сфокусированные на продукте. Но, повторюсь, это то, что хотелось бы исправить в ближайшей перспективе, потому что, если мы не научимся объяснять своей аудитории, чем он так прекрасен, то мы будем всегда страдать от проблемы нам дорого. Здесь небольшая ссылочка тоже на нашем YouTube-канале, если вы вдруг пропустили в прошлом году. Здесь же была лекция о том, как заработать миллион на отжарке кофе. И для производства это всегда большая задача номер один, вопрос номер один, который нужно решить. Мы будем работать на маржу или на объем. Вот это две полярные истории, которые не сочетаются в одном бизнесе, как правило. И, исходя из того, как мы ответим на первый вопрос, рождается второй вопрос, а каков необходим и достаточен продукт для того, чтобы эту задачу решить. Мы для этой же цели создали калькулятор успешного обжарщика, который тоже существует на нашем сайте. Это такая небольшая игрушка для того, чтобы посмотреть разные сочетания затрат. Здесь я только хочу сказать о том, что себестоимость нужно смотреть целиком, а не только в прайс-месте цену зеленого кофе. Например, очень часто приходят к нам, обращаются обжарщики, которым кажется, что у них деньги есть только на дешевый Сантос, но в реальности они просто заказывают такси для этого мешка Сантоса, потом авиадоставку, а лечится эта проблема элементарно. Нужно чуть раньше думать о закупках. И вот такого рода истории достаточно много. Поэтому пользуйтесь и постарайтесь переосмыслить структуру себестоимости. Здесь несколько слайдов о том, что же такое продукт, когда речь идет про инвестицию. Но я смотрю на время. Возможно, стоит отдать Миша. Нет, Миша не согласен. Тогда быстренько пробежимся. Когда смотрим на продукт, я это вижу как некое сочетание сырья, обучение и оборудование, которое используется для того, чтобы его создать. И какова же идеальная комбинация? С одной стороны, есть некий минимум, условный Сантос, обучение с самоучкой и оборудование, которое как-то жарит, слава богу. И с другой стороны, есть все на максималках. Гейша, кофе-кап оф экселенс, обучение, все, которое существует, от СКА и не от СКА, и лоринги с атаки, любое крутое оборудование, на которое можно и посмотреть, и работать на нем приятно. Что такое по продукту классический старт нулевых? Вот наши инструменты. Мы берем самый дешевый кофе, который можем найти, условный Сантос. Берем, учиться не надо, зеленое все равно станет коричневым, мы стоим у ростера, красим, получается все супер. И ростер берем за 200 тысяч рублей, потому что несколько миллионов на пробот, это дорого, как оно есть, сербы, турки, и вот все то, что тоже помогает нам делать зеленое коричневым. Это идеальный старт для Голубого океана, когда никого нет на рынке особо, и мы можем делать практически все, что хотим, главное делать это уверенно. Главное, у ТПшечка, это кофе свежей обжарки. Вот примерно так стартовали очень многие бизнесы, в том числе, например, Тейсте. Конечно, сейчас это вообще не та компания, которая так себя вела много лет назад, но начинать можно было и с этого. Но чем дальше развивается рынок, тем меньше возможности так начинать, потому что все больше и больше свежей обжарки, уже полно свежего кофе, нужно чем-то отличаться, и некоторые молодые бизнесы начинают мыслить иначе, они начинают думать, может быть, стоит хотя бы ростером отличаться, купим классную дорогую технику, и всем расскажем, что она жарит стабильно. Это тоже один из вариантов, и образуется такая история, когда у нас кофе все еще не супер, он еще не лучший, но техника уже на максималках, и обучение еще пока не вау, но окей, оно уже в каком-то виде присутствует. Здесь очень многое зависит от все-таки брендинга. Успешность этой истории, успешность этой комбинации зависит от того, насколько четенько донестина мысль до своей целевой. Например, есть неудачный пример, это в кофе был проект, если вы помните, на самом старте Лободины, надеюсь, ребята не обидятся, то есть они хорошо сразу купили крутой ростер, все было отлично, но не смогли рынку объяснить, о чем они, как продукт. Ну и продукт был изначально очень простенький. Сейчас я уже не слышала об этом бренде, просто где-то жарится кофе, но какого-то вау-бренда мы не видим. Но есть и более успешные истории, я, правда, приведу пример из кофеин, по кофейням это ABC. Опять же, это их старт. Сейчас это немножко другая история, но на старте они взяли очень дорогое крутое оборудование, очень красивых, крутых, прекрасных бариста, все было нарядно, и есть нарядно, и до сих пор это круто смотрится. Но в самом начале они использовали на полке, я у них видела, например, Колумбия Дулима. Это вот ровно та же Колумбия, которая была в пачках коллаба Дикси с кофехаузом. И все окей. То есть ребята сделали следующий шаг, и после этого стали развиваться. Сейчас у них продукт выше, визуал прекрасен, все хорошо, визуально все работает хорошо. Ну и третья комбинация, она такая желанная, но там так мало целевой аудитории. Это как раз когда у вас на максималках обучение, очень приличный кофе, который приятно пить, крутое оборудование, и действительно приходится искать ниши, потому что все больше, больше, больше обжарщиков. За эти годы, вот сейчас 2020, считайте, новое поколение потребителей выросло, оно уже знает новые слова, оно знает терминологию, оно ориентируется в напитках, и здесь уже нельзя стартовать так, как стартовали в нулевые. Поэтому помимо прекрасного продукта, нам нужен вкусный вкус и красивая история, и крутой брендинг. И вот про крутой брендинг нам расскажет Михаил. Спасибо, Валь. Можно вторую презентацию поставить? Сейчас прям минутная техническая пауза. Прямо пару слов расскажу. Валя рассказала про свой прекрасный проект Деревни обжарщиков. Я тоже расскажу, что такое линии. Мы брендинговое агентство, одной из самых линий групп, сайт ВВВ Линии Руси. Хотите посмотреть подробнее? Нам больше 10 лет. Мы сейчас превратились в такое же достаточно крупное брендинговое агентство в России. Делаем порядка 100 проектов в год большого масштаба. Вы точно можете нас, наверное, знать по каким-то крупным проектам, типа «Ребрендинг на вкус Вилла» свежего, «Ребрендинг Х5» делали мы новый. Мы много лет работали с Prime Star, и, собственно, вот все, что вы видите, всю упаковку смешную. Это вот мы рисовали последние все годы. Вы молодые ребята, вы ходите в магазины, покупаете кроссовки, поэтому вы точно знаете наш бренд «Streetbeat», который мы разработали с нуля в 2014 году. Как сделать, я не понял. Окей. Ага. Из кофейного. Вот мы ответственны за такое, за придумывание и разработку бренда «Кофефест». Это как раз пример такого достаточно успешного бренда, который не на качестве кофе построен, а, как мне кажется, на качественном, хорошем дизайне, и он очень активно развивается. Сейчас уже превратился в достаточно большой и заметный бренд. Мы много работали с Федором Овчинниковым, с его проектами «Донор 42» это мы делали, и в Китае мы делали упаковку для его китайского проекта «Додобица» «Чайна». Вот, собственно, мы делали вот эти прекрасные штуки для них. Вот. В общем, мы серьезно и давно занимаемся брендингом. Мы, собственно, стоим на другой стороне вот этой вот таблички, которую мы все время придумали, разработали, такая методология под названием «Линия ритейл 360», про которую Валя сейчас говорил тоже, которая позволяет оценить, как проект выглядит и как, главное, как потребитель хочет увидеть. И для этого мы оцениваем шесть составляющих. Локация, то есть ваша точка. При этом, если у вас не кофейня, а онлайн, то это значит, соответственно, сайт или мобильное приложение. Это и есть ваша локация. Ваш продукт, ваш сервис. И дальше «Айдентика», интерьерный дизайн и коммуникация. Ну и, соответственно, мы всегда говорим о том, что левая часть, то, что отвечает за вашу точку, за продукт и за сервис, это на стороне клиента, то есть у вас как заказчика. А вот эта часть «Айдентика», интерьерный дизайн и коммуникация, за это отвечает брейлинговое агентство или рекламное агентство, или коммуникационное агентство. Вот. И сейчас, наверное, это прокручу. Это просто что входит в эту всю историю, то, что мы анализируем. Но мне, на самом деле, хочется про другое немножко сказать, про брейлинговые инструменты, которые мы применяем, для того, чтобы ситуацию как-то можно было исправить. И для этого хорошее, полезное упражнение пройтись. Допустим, я всегда привожу к примеру наш офис. Мы находимся в 10 минутах ходьбы примерно от Китая города. Ну и, соответственно, вот путь, проанализировать путь от метро до офиса. В свое время я пробежался по точкам, записал их, посмотрел, сколько где стоит кофе. И главное, главное даже, наверное, не цена этого кофе, а какое количество точек проходит человек, ну, по-кличке ежедневно, по дороге от дома до офиса или на какое-то другое место привычного. И вот это количество точек, оно, ну, наверное, в разных местах будет варьироваться, там, минимум от 5 и максимум до, там, 15-20. То есть это значит о том, что... Это значит то, что вам... У вас всегда есть очень большой выбор, где попить кофе. Рынок очень в этом плане развит. У вас есть достаточно большая разбивка по цене. Ну, я не знаю, если взять, там, капучино, то от 60 рублей мы видим до 470 рублей, там, в кофемании. Разброс, там, порядка почти в 10 раз, там, 8 раз. Вот. И есть, что выбирать. На любой вкус, на любой карман, на любой кошелек. И если, как бы, вот, наложить всю эту историю на такую вот схему, на мэппинг, такой, на сегментацию, то всегда можно посмотреть, что есть, вот, как бы, две седа шкалы. Это низкая стоимость кофе, высокая стоимость кофе. И, при этом, в кофейном бизнесе есть такая вот, ну, достаточно серьезная, важная сегментация. Это, ну, такой штучный бренд, где одна-две точки. И бренды массовые, у которых есть, там, отдел маркетинга, есть рекламные бюджеты, есть возможность себя рекламировать, большие достаточно каналы. И мы видим, что в какой бы мы сегмент ни посмотрели, там достаточно большая идет борьба. Она есть абсолютно в любом из четырех этих квадратов. Но она просто на разном уровне происходит и с разными вложениями. Вот. А так вообще, если посмотреть, что вот с точки зрения брендинга происходит сейчас в кофейном мире, вот Валя очень такой интересный, ну, рассказал историю, например, деревни обжарщиков, как быстро менялся, менялась сознание и образованность людей, которые этим и занимались. Если там в четырнадцатом году, там, ложка для капинга была, там, желанным подарком, то сейчас уже настолько все продвинуто, ну, а сколько прошло? Десяти лет не прошло, да, получается? За десять лет кофейный бизнес прошел просто колоссальный путь. Появилось огромное количество всего и на уровне, как бы, и кофе, на уровне знаний, на уровне, там, ну, просто всего, что только можно представить. И если в свое время, вот я помню очень, когда появился Double B, и это был там просто прорыв, там, сеть, которая там была по логе, там, Specialty, и это было просто на голову выше по качеству, чем все, что было остальное, то сейчас тот же самый Double B с тем же самым предложением абсолютно не выглядит интересно на рынке, просто потому, что рынок достаточно сильно подрос, и уже, как бы, это людям не настолько интересно, и это не дает дифференциацию. Вот, и если посмотреть, что происходит, вот, как бы, с точки зрения брендинга, то самый, наверное, важный для меня фактор – это то, что по-прежнему на рынке кофе, очень низкая цена входа, ну, цена входа – это термин, который означает, сколько стоит попробовать другой бренд, и в кофейном бизнесе это один из самых низких порогов входа, вы, в принципе, за цену от 80 рублей, или, там, если мы говорим о более дорогих каких-то кофейных за 300 рублей, вы имеете возможность что-то попробовать. И это ведет к тому, что крайне низкая лояльность у людей к брендам, вы всегда, вот, где-то оказались, попробую-ка я вот этот кофе, попробую я вот этот, а потом еще и еще, и вот, как бы, люди не, как правило, не привержены какому-то одному бренду, они постоянно пробуют, и, ну, для вас, как для владельцев бренда, это, ну, такой не очень хороший, конечно, сигнал, потому что, ну, как бы, нет какой-то такой сильной приверженности. Второе – это то, что по-прежнему, на мой взгляд, рынок достаточно перегрет, и цена и в бизнес кофейный, ну, считается, в принципе, не такая уж большая, открыть точку, ну, достаточно доступно, это не то, чтобы открыть автосалон или, там, букмекерскую контору, совсем другие масштабы нужны, несколько миллионов, там, до 10 миллионов, есть бизнесы, где для того, чтобы зайти в этот бизнес, нужны сотни, там, миллионов, даже миллиарды. Ну, о чем, как бы, что это дает нам? То, что заходят все больше и больше проектов, они друг друга перебивают, перекупают, цены на аренду растут, сложно найти хорошую точку с интересной проходимостью, ну, в общем, как бы, достаточно большое то, что называется кровавый океан. В брендинге есть, там, термин «голубой океан», вы, наверное, знаете, есть «кровавый океан». Вот, кофейный бизнес сейчас достаточно сильно «красный океан». Третий фактор – это то, что на любом таком рынке схожем есть очень высокая привыкаемость к дизайну, и считается, что в сегменте хорики, ну, и в том числе в кофейном бизнесе, два года, максимум три года – это то максимальное время, которое может прожить упаковка, пока она не надоест потребителю. То есть, какой бы дизайн прекрасный у вас не был, через три года он надоест, скорее всего, через два года надоест. Это требует от вас постоянного обновления, ну, достаточно такая большая иллюзия, что вы разработаете дизайн, десять лет с ним будете жить, и все у вас будет хорошо. Нет к нему, какой бы классный он ни был, к нему привыкнут, через два года он перестанет работать, более того, через два года подтянутся конкуренты, появится что-то более интересное, вам снова надо будет меняться. Ну и четвертое – это то, что я вот, к сожалению, должен констатировать, то, что людям на самом-то деле не нужен спешлти кофе. Это такой парадокс, и, наверное, там грустная новость для всех, кто этим занимается. Людям просто нужен хороший кофе. И людям-то по большому счету, ну, как бы, опять же, присоединюсь к тому, что Валя говорила, порог чувствительности обычного стандартного потребителя, он гораздо ниже, чем ваш, людей, которые занимаются этим профессионально, и люди, как бы, могут пить гораздо худший кофе и делать это с большим удовольствием. Как мы видим, по проектам каким-то достаточно успешным, ну, не секрет же, что Starbucks – отвратительный кофе, да, ну, как бы, по-вашему, по высокому кофейному стандарту. И даже я слышу, что ABC плохой кофе там иногда, и там у кофемании не очень хороший кофе я слышу. Опять же, с чем сравнивать? Как по мне, так и там, и там прекрасный кофе, я с удовольствием пью в ABC, в кофемании, мне нравится. Но еще недавно, я помню, 5 или 7 лет назад, люди с удовольствием ходили в Prime за кофе и говорили, что там хороший кофе. Или в McDonald's, вот эти, в Mac Cafe, говорили, что там классный кофе. И им было достаточно этого. Вот. На самом деле, как ни странно, людям нужен не кофе, а людям нужно что-то другое. Я сейчас чуть-чуть об этом расскажу. Давайте, наверное, поговорим о том, что… чем вообще брендинг может помочь вашему бизнесу. И мы выделяем, скажем так, три больших спектра инструментов, с которыми мы работаем. Первый вид инструментов – это стратегический. Это разработка позиционирования, разработка какого-то УТП, места на рынке, скажем так, вашего. Скорее, даже место в голове потребителя. Этим занимаются брендинговые агентства, стратегические агентства. Мы находим так называемую нишу на рынке. То место, где океан не такой красный и не такой кровавый, где чуть-чуть есть чистой воды. Вот за то, чтобы найти вот это место, люди платят большие деньги. В свое время, пресловутый «Неспрессо» нашел абсолютно свой голубой океан. Они просто перепридумали способ, как продавать кофе через капсулы. До этого в агентство «Интербренд» пришла компания «Неспрессо» с криками «Помогите нам продавать больше нашего кофе». У них был бренд «Нескафе», как вы знаете, и еще пара брендов. И вот, собственно, придумал бренд совместно с брендинговым агентством «Неспрессо», который абсолютно заново посмотрел на продажу кофе. И они нашли свою нишу. И, как вы видите, опять же, вот что интересно происходит. Придумана новая ниша, капсулы. Проходит несколько лет, 5, 7, 10. Возникают проекты-заменители, так называемые субститторы, подражатели. И этот рынок уже не выглядит настолько привлекательным, даже для «Неспрессо». Все, все кофейные машинки проданы. Люди начали переключаться уже на другие бренды в этом сегменте. Уже не так это все нарядно выглядит. Так часто бывает. Но второй инструмент – это визуальный. Я сегодня о нем не буду говорить, потому что это огромная тема, на которую можно несколько часов разговаривать. Это логотип, айдентика, дизайн упаковки, сайт, дизайн розничной точки. Вот мы видим примеры проектов, которые достаточно неплохо там выглядят визуально. В свое время всех очень поразил процент арабика. Потом появился там, скажем так, достаточно близкий, на мой взгляд, клон российский – это ABC Coffee, который вот всем видом в свое время так прям кричал «я хочу быть как процент арабика внешне». То есть точки, которые привлекательно, красиво выглядят, симпатичный брендинг, симпатичные логотипы. Сейчас этого на рынке достаточно много. И третий инструмент – это, на мой взгляд, самый дешевый и простой инструмент и при этом достаточно эффективный в работе – это любая вербальная коммуникация. Это то, как вы пишете, что вы пишете, о чем вы пишете. СММ, сторитейлинг, тексты на сайте, на упаковке и так далее. На мой взгляд, крайне важный и мощный инструмент. Давайте про позиционирование прям очень быстро скажу только пару слов, наверное, что такое вообще позиционирование. Это позиция в сознании потребителя, который занимает бренд относительно конкурентов, значимых для потребителей характеристиках. Достаточно сложное, наверное, определение, но в целом сейчас попытаюсь объяснить на более понятных вещах. Что сейчас продает нам большинство кофеин, обжарщиков, людей, которые работают профессионально с кофею? На мой взгляд, среднестатистическая коммуникация, она примерно сводится к волшебной формуле. Мы съездили в Уганду, Эфиопию, Бразилию, Колумбию, Папуановую, Гвинею, мы привезли вам классный крутой лот. Это сорт такой-то оттуда-то, плантация такая-то, выросла на такой-то высоте, способ обработки такой-то, во вкусе такой-то. Это волшебная мантра, которая абсолютно есть у всех. И, как бы, ну, честно, в этом разбираетесь только вы. Мне очень нравятся всегда фразы, что это нетипичная Кения, всегда, какая типичная Кения, как бы, ну, вот чуть-чуть посмотрите на это глазами, не человека, который объездил там весь мир, побывал там в каждой стране на пяти плантациях, там, сделал 10, 20, 30 каппингов, а просто на обычного человека, который раз в месяц заходит в магазин для того, чтобы купить кофе, может быть, даже для турки, а может быть, еще для чего-то. Это волшебная формула, достаточно сложно работает, и вы вынуждены надеяться на то, что, как бы, вам помогут продать эту пачку. Ну, вот, хороший тест, сейчас там, часто захожу в Сокольниках в магазин «Территория кофе», где выставлена, ну, достаточно большая представленность у почти всех обжарщиков, там, 10, 12, 15, и совершенно непонятно, как ориентироваться. И ты просто можешь спросить там у продавца, там, ну, не знаю, какой-то набор, что ты любишь, и он тебе там достаточно рандомно посоветует какого-то одного из обжарщиков, ну, не знаю, может быть, по каким-то критериям, может быть, ему приятнее с этим обжарщиком работать, может быть, он, правда, тебе посоветует то, что тебе нужно. Ну, в общем, это достаточно сложно работает, на мой взгляд. Если посмотреть на самом-то деле, что покупают люди, то вот, люблю очень пример про то, что производители автомобилей давно уже не продают людям автомобили, они продают нам удовольствие за рулем, они продают нам статус, они продают нам чувство собственного достоинства, я не знаю, все что угодно, эмоции какие-то, да? А производители дрели никогда не продают вам дрель, они продают вам красивый дом, картину красивую на стене, вот что называется, дырку на стене продают. И на самом деле обычному среднестатистическому человеку, который 90% это ваша аудитория, это ваше ядро, нужно не какой-то чашка кофе спешлти, выращенная на высоте такой-то, а какое-то время какие-то эмоции, которые он проводит с кофе. И если у кого-то здесь есть кафе или друзья в дружественном кафе, просто зайдите и спросите у 10 людей, которые находятся сейчас в данный момент в кофейне, что они здесь делают, зачем они сюда пришли, просто вот какая их цель была. И вы увидите, что у людей достаточно такие прозаичные собственные цели, и они точно не связаны там с высотой произрастания, с вкусами, с количеством баллов и Cup of Excellence, они достаточно бытовые. Ну, например, там, у меня было 20 минут свободного времени между лекциями, я зашел выпить кофе просто потому, что там, нет, тут светло, приятно и люди хорошие. Где-то нужно посидеть спокойно, поработать, чтобы меня не трогали. Где-то нужно встретиться с подругой, поболтать. Нужен какой-то определенный набор еды и кофе, час времени провести. Бывает даже то, что подруги в Инстаграме увидела фотки, захотела зайти и сделать такие же фотки. Абсолютно нормальная прозаичная ситуация. То есть, если вы посмотрите, вот чуть-чуть как бы поглубже копнете, то людям нужно тихое место с розеткой, кофе с едой, приятный интерьер, фотогеничное место. Вот это все, это то, что называется потребительские миссии, ну, на таком наумном брендинговом языке. Просто задумайтесь о том, насколько вы эти миссии людей чувствуете, понимаете и есть ли у вас ответ на какие-то такие достаточно типовые миссии. Чем больше этих миссий вы будете закрывать, тем больше, тем более успешнее будет ваш бизнес. А кофе, это всегда будет в придачу. Вот как ни странно. А еще было бы хорошо, чтобы кофе там был хороший. Вот я бы так сказал. Тихое место плюс розетка, еще и кофе хороший. Вообще прекрасно. Фотогеничное место и кофе там нормальный. Еще барбаристы классные, симпатичные. Это вот формула ABC. Вот. Поэтому вот просто если взять какие-то достаточно успешные, на мой взгляд, бренды или бренды, у которых понятное позиционирование, то они всегда дают вам кофе плюс что-то. И это что-то, это всегда лежит в пространстве эмоций, времяпрепровождения и того, что вы можете дать людям, ну, собственно, помимо того, чем вы занимаетесь. Поэтому вот у меня всегда, как бы для вас, просьба, предложение. Прокручивайте свои бизнесы на тему того, что еще кроме кофе вы можете людям продать. Это крайне важно. Не инвестируйте все 100% своего времени, внимания, денег в кофе. Это довольно провальная сейчас история. Ну, это вот то, что я сказал, что есть в брендинге два таких страшных словах Point of Parity и Point of Difference. Point of Parity – это то, что называется гигиенический фактор. Он постоянно подрастает с ростом категории. Если 10 лет назад, вот как вы только что говорили, вообще каппинг – это было что-то крутое и выдающееся, потом кофе-спешалти стало крутое и выдающееся, Point of Difference было, то очень быстро, через 2-3 года, все Point of Difference становятся Point of Parity. То есть рынок растет, и то, что раньше вас отличало, становится общим местом, гигиеническим фактором индустрии. То есть сейчас хороший кофе, хорошее качество – это уже неотвечительный фактор для индустрии кофе. Сколько времени еще есть? 10 минут. Я быстро тогда, чтобы осталось время на вопросы. Очень люблю тему стори-тейлинга, потому что ей мало кто занимается, и на мой взгляд, как я сказал в начале, это одно из самых простых и дешевых вложений в ваш бизнес. То есть по совокупности, сколько вложений денег, сколько на выходе это может дать, на мой взгляд, один из самых мощных инструментов. Он не требует большого вливания в дизайн, в упаковку и так далее. Это просто то, что вы говорите и как. У вас наверняка у всех есть в соцсети, Инстаграм, в Фейсбуке и прочее, где вы общаетесь со своей аудиторией. Вот если там в свое время я провел такое небольшое упражнение, просто подобрал несколько эфиописей, и посмотрел, как разные бренды о них пишут и как они выглядят. Ну, выглядят они действительно по-разному, можно там до бесконечности этот ряд. А вот как пишут, это всегда очень интересно. И вот если там есть какие-то примеры, ну, допустим, как пишет Rockets. Я не буду читать, вы видите, что это небольшой, достаточный текст, ну, такой с достаточно сухо, с какими-то фактами, которые вы понимаете, я нет. Да, есть какие-то вот такие вот способы тоже достаточно близко. Кратко поймет тот, кому это надо понять. Есть вот такие вот образцы, называется Википедия, вывалили все, что мы только знаем про это. Это совершенно невозможно читать, это совершенно не продает. Это, ну, вот этот текст абсолютно непонятно для кого и для чего был сделан. Это называется, я очень много знаю о кофе, и мне не терпится с вами этим поделиться. Но это просто какой-то вываленный, необработанный поток сознания, на мой взгляд. Непонятно зачем. Может быть, с расчетом на то, что вас роботы поисковые будут находить, потому что много текста на эту тему. Бывают вот такие вот тоже тексты, это тоже достаточно большая такая энциклопедия, вот, которая, ну, тоже, опять же, вот, ничего здесь особо нет такого, чтобы меня привлекло и заставило покупать именно этот лодк, именно у вас. Ну, это вот мой любимый, не буду показывать пальцем чей, но вот просто посмотрите на это глазами человека, который не очень хорошо разбирается в кофе, а просто является стандартным бедным потребителем этого кофе. Вот, честно, я такой, и я здесь знаю примерно 10 слов, наверное, из них Таиланд, как бы Колумбия. Все остальное для меня темный лес, что такое СЛ-28, Катура, зачем его скрестили, какая ржавчина, вот, и что такое Катимура, это абсолютно непонятно мне и зачем. Вот, это пример из соцсетей одного прекрасного, любимого мною бренда. Но я хочу сказать, что так писать не надо и нельзя, если только это не ваш профессиональный внутренний чатик, в котором только такие же, как вы, люди, которые вот прекрасно понимают, о чем здесь речь. Все остальные люди абсолютно не понимают, о чем это. Вот. Ну, много таких примеров, на самом деле, это примеры слишком мало написано, были примеры слишком много, пример привычной кенийской кислотности, который создает непривычный вкус, вот, как бы, что такое привычный вкус, я никак кению не пил, например. Я не понимаю, это хорошо или плохо все. В общем, мысль моя такая, что ваш рынок, производители кофе, продавцов кофе, обжарщиков, он очень сильно вырос, а потребитель ваш еще пока не дорос до вашего уровня. Общайтесь на языке, который понимает потребитель. Вот это вот тоже всякое, очень много непонятных слов. Да, я для примера привожу то, как пишет производитель вина, тоже очень сложный бизнес, тоже прошел очень большой путь, но, прочитав вот такие тексты, хочется выпить это вино. Это просто первый попавшийся пример, с первого попавшегося сайта, там, дистрибьютора винного. Здесь нет, на какой высоте это выращено, здесь нет, как тяжело это все было бедному производителю, бедному, там, фермеру. Здесь только эмоции, здесь приятные какие-то смеси эмоций и вкуса, и все это очень как-то так чувственно, приятно, и вообще хочется как бы сразу купить эту бутылку и выпить ее как можно скорее. Второй хороший пример – это то, как пишут производители парфюма. Там огромный кровавой океан, еще хуже, чем у вас. Там дорогая достаточно точка входа, там парфюмы стоят 10-20, далее тысяч, конкуренция очень высокая, человек не покупает с такой периодичностью, как правило, парфюмы, поэтому надо быть очень точными, чтобы, ну, скажем так, за кошелек клиента идет настоящая борьба и война, поэтому пишут очень тоже чувственно, хорошо, приятно, красиво, много эмоций, много отсылок к каким-то вот таким вещам, которые на национальном уровне вас вовлекают. Вовлекают разные примеры, можете сами посмотреть где угодно. Но вот для примера, просто чтобы вы понимали, вот пример какого-то достаточно рандомного парфюма, который построен на Мадагаскарской ваниле. Это так пишет производитель, продавец парфюма. А вот так, как написали бы кофейники. То есть вот я взял, переписал этот текст про то, как сложно растить ваниль, как ее нагревать. Ну, просто вот в свое время этот текст очень прям понравился на деревне обжарщиков, что это действительно вот то, как пишет большинство брендов, которые занимаются кофе. Все прям очень подробно, как нагревать стручки, кто там как растил, с какими сложностями и так далее. И это не работает. Возвращайтесь вот к таким вот текстам. Это мое предложение. Да. И все будет хорошо. Ну, это кратенько. Ну, у меня все. Просто было 20 минут. Да, мы теперь с Валей готовы ответить на ваши вопросы. Только единственное, если хотите задать вопрос, мы вам дадим микрофон. Ну, никто бы. Тема очень интересная. Возникает вопрос, почему. Серьезные бренды не могут немножко поднять качество в том, что мы говорим про то, что мы спросим, будет он чуть лучше, будет все прекрасно, интересно. Да, есть понимание, что это эмоции, какие-то еще моменты, но я в этом не вижу большую обману. Ну, в том плане, что, а получают ли то символекты, то они ему обещают. Почему они такие богаты и с какими возможностями не могут решить эти проблемы? Ответишь или нет? Тут интересный философский вопрос. Я бы ответил на нее так, что у любого бренда есть себе стоимость, какая-то часть, и наценка за бренд так называемая. Вот в эту наценку за бренд, допустим, у тех же производителей автомобилей или у богатых брендов, как вы говорите, там, на Nespresso, в это все входит реклама, Джордж Клуни, прекрасные, значит, красивые, дизайнерские, стильные магазины, где хочется все купить. И получается так, что, как бы, вот к такой себе стоимости мы добавляем, не знаю, еще вот столько, и получается уже достаточно дорогой продукт. Дальше уже просто начинается такой, ну, как расчет, ну, какой порог, сколько вообще человек готов заплатить за кофе, за машину, за, я не знаю, что-то еще. И, возможно, как бы, люди, которые занимаются вот этим, ну, давайте, допустим, для примера Nespresso, я думаю, что они считают, что маркетинга достаточно большого для того, чтобы люди покупали. Я думаю, что у них есть действительно возможность просто все это просчитать, что пока что той аудитории, которая готова покупать не очень хороший кофе, но в красивой упаковке им достаточно для того, чтобы быть успешными в бизнесе. Я думаю, что как только они поймут, что аудитория перестала покупать Nespresso именно потому, что плохой кофе, они легко добавят еще 15-20% по стоимости и увеличить качество этой капсулы и закроют эту нишу. Пока, я думаю, нет такой необходимости, потому что вот, ну, как бы, есть выражение «people have it», people have it, красивые упаковки, красиво стильно поданное с красивой рекламой. Люди покупают Georgia Clooney, которая, я думаю, в себе стоимость Nespresso занимает примерно 80%, условно говоря. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, доля маркетинга в этом продукте 80%, а доля качества 20%. Ну, еще мне кажется, что профессионалам specialty очень тяжело понять и осознать то, что кофе – это не продукт, Nespresso – это не кофе, это вот именно общее впечатление. Вы были сами когда-нибудь в бутике Nespresso как клиент? То есть, ну, там, где была я, это специальная стоечка, чуть ли не по записи, с талончиком, тебя отдельно облизывают, специально какой-то ритуал происходит, и вот вот это все целиком и есть продукт. Но тоже поймите правильно, что Nespresso инвестирует очень много миллионов, не рублей, в то, чтобы правильно создать этот самый продукт. На научной стороне там исследуется все, в том числе, какой формы должна быть частичка молотого кофе для того, чтобы экстрагировать максимум из минимального количества зерна. Это очень подтянутый, очень спортивный, серьезный бизнес в плане экономики. Они тоже смотрят на сырье, они прежде всего смотрят на сырье как на источник дохода и на то, как выжать из него максимум. И пока их клиент не сказал, ребята, нет, я это пить не буду, у них уровень необходимый и достаточный для того, чтобы все остальное работало. Вот и все. Есть еще вопрос? Вопрос к Валентине. Скажите, мне вот интересен ваш проект «Деревня обжарщиков». О, что же надо сказать. Может ли он быть интересен, скажем так, владельцем новой бренда регионального и чем интересен? И каков примерно хотя бы заход в истории на один разок? Вы имеете в виду принять участие? Ну, стоимость мы озвучим в ближайшее время. Кстати, как раз самое время, наверное, в нашем анонсе в телеграм-канале мы обещали огласить, где будет «Деревня обжарщиков» 2023 года. И в последнюю минуту успели бумажки, которые все подтверждают и согласовывают. Вот мы действительно в этом году едем в Казань. Это будет середина сентября. Точные даты мы опубликуем тогда же, когда будет открыта регистрация. Она ориентировочна в мае. Для того, чтобы принять участие, нужно просто заявиться. Обычно мы просим рассказать о себе. То есть в анкетах, которые формируются у нас на сайте, есть некие пункты, где мы просим про себя рассказать, на чего это делается. Для того, чтобы мы имели представление о том, кого мы ждем, и готовили программу. Она каждый раз делается из-под ножа, под ту аудиторию, которую мы ожидаем. Поэтому от вас добрая воля, небольшой финансовый взнос и готовность отправиться в этом году в Казань. Поверьте, это не так далеко. Самые отчаянные ездили в Бразилию. Перед этим мы отправляли ребят в Южно-Сахалинск. Проект изначально имел два направления – обжарка и бариста. То есть были две программы, по сути, в одной – обжарка и кофейня. Сейчас она так сформулирована, что интересна и тем, и другим. Вы можете увидеть тематику. Мы ее пока согласовываем с мастерами. Если тематика окажется вам близка, добро пожаловать. Если вы не обжарщик, никаких ограничений здесь нет. Мы открыты для всех. Добро пожаловать. Все. Спасибо вам большое. Спасибо.